Звон колоколов Звон колоколов Звон колоколов Звон колоколов Звон колокольчик Звон колокольчик Отвечая на записки я тоже говорю, что мои ответы это не стопроцентная истина Здесь я говорю свое мнение Ссылаясь на Писание, на авторитет Слова Божьего, как оно мне открыто И мы должны понимать, что на все наши вопросы есть ответы в Божьем Слове И ему наш главный вопрос, к нему, к Богу и к Его Слову, наши самые главные вопросы жизни И постараемся вот так и действовать дальше Здесь написано, как объясняется в православии исцеление в святых источниках И применение святой воды в церквях Есть такая практика И в Тульской области также есть множество источников Куда люди обращаются Так называемые святых источников Есть всевозможные молебны, освящение воды И в наших церквях тоже проводится такой обряд Такое служение Я даже готов назвать это таинством Когда мы молимся тоже И окропляем водой Я молюсь, окропляем водой, допустим, стены дома Или больных людей В церкви мы это не так часто используем Но это тоже у нас есть этот обряд В реформаторской церкви И я стараюсь объяснять людям следующее Что не вода исцеляет вас И не масло, которым помазывают вас, оно исцеляет вас Не они, а Бог исцеляет И когда мы молимся за воду или масло, елей Мы говорим следующее Повторяем обычно все вместе Церковью Или все присутствующие Допустим, там в офисе или квартире Повторяем такие слова примерно Что Господь Через помазание этого масла, этого елея Или окропление этой водой Через окропление этой водой Исцели нас, благостави нас и так далее То есть я учу людей воздавать славу Богу В этих случаях И посредством окропления воды Я знаю, исцеление происходит Проблема традиционной православной церкви В том, я лишь вижу, что в самих молебнах Мало внимания уделяется самому спасителю Иисусу А молебен совершается, в основном упоминаются Многие целители, многие еще творцы И люди дезориентированы Они не научены, они не знают, кого проставлять И в конечном итоге приписывают славу всю этой воде Или этим святым целителям, имена которых провозглашаются на молебнах Допустим, заказал молебен великомученику Пантелеймону Значит, ему слава приписывается Хотя любой маломальский грамотный христианин, конечно, понимает Что Богу слава Но все равно акцент делается на этом святом Которого имя провозглашается на молебне И которому молебен посвящается вообще И я учу и у себя в церкви, и в церквях наших учу так Что мы не должны славу воздавать, делить даже Божью славу с какими-то другими умершими святыми Или живыми святыми Мы должны славу всю Богу воздавать И поэтому Я верю, что в православии будет возрождено это библейское понимание Хотя я вижу большую опасность В так называемых святых источниках имена Понимаете, я купался в этих святых источниках Я совершал паломничество в монастыри всевозможные Допустим, в Нижегородской области, в Дивеево И погружался в источники в эти назорки Рано утром, значит, перед служением еще погружался И, друзья, нет, как закаливание в этом ничего другого нет Но дело в том, что этому придается чуть не магическое действие Вот в этом уже грех В этом грех И вообще славяне, как и многие другие народы В древности поклонялись духом воды, духом водоемов Ну, понятно, потому что жизнь из воды, значит, собственно И вообще мы ее состоим почти из воды полностью И без воды, как говорится, и не туды И не суды, да Ну, все кругом вода Она источником жизни, да Для живого всего является Но, друзья, скажу так, что славу мы должны приписывать, конечно, не воде А Богу, чудотворцу, настоящему чудотворцу Вот, и Здесь нужно молиться, на мой взгляд, именно о том О том, чтобы священники прозрели здесь И не было такого, понимаете, чтобы вот Святая вода, такого понимания Нет, она все святое Вы знаете, когда на Пасху приносили нам Бывает так, что на Пасху, допустим, мы делаем такое уличное служение И, конечно, люди всякие приходят И многие с кошелками приходят А что делать? Я тогда говорю людям уже под конец служения Что так вот так Я вижу, что принесли кошелочки Эти корзинки там с куличами Там яйцами, пасхами Ну, так далее, гостиницами Говорю, значит Грозное такое, значит, тоже Предупреждение по поводу, значит Спиртного Наркотиков Потому что в Киеве многие освещают И наркотики, и алкоголь, значит И сигареты, значит, в эти вот Корзинки пасхальные Вот, я говорю, чтобы это все было удалено оттуда Вот, и умудряются еще всякие гадости туда положить Значит, но я говорю, что мы благословим сейчас продукты питания Именно поднимите свои кошелочки Представите за мной такую молитву Обычно, как вот перед едой Мы совершаем молитву, благодарим Бога за все это Вот, и я говорю, что Теперь это благословенно Благословенно не мертвым давайте, а живым, значит И не на кладбище, а в кругу семьи покушаете И также после завершения Ну, после, как пообедали тоже Бога своими словами поблагодарите И так далее То есть, и люди, понимаете, надо было их видеть Они по-другому смотрели уже Это не магические действия совершенно Батюшка прошелся там, что крапива, значит А они и сами молились Они и сами благословили Я помню, в Киеве однажды пошел в булочную Просто в булочную зашел, значит Ну, в рясе, не в подрясне, в черном подрясне И когда выхожу, три мамы стоят с колясками молодые И меня они поджидают Они видели, батюшку зашел и решили меня подкараулить Значит, и говорят, значит Оказывается, ну, познакомились Оказывается, у всех троих одна и та же проблема Живут неподалеку, по соседству Молодые мамы, ну, несколько месяцев их детям Вот, и дети плохо спят, значит Ну, спят тогда, когда нужно им бодрствовать И наоборот Вот, и я говорю, хорошо Я им объяснил Евангелие Об Иисусе рассказал Давайте, говорю, покаемся сейчас Помолимся А как? Повторяйте за мной, мы помолились Потом говорю, давайте сейчас помолимся за ваших детей Помолился А теперь говорю, вы сами помолитесь за ваших детей Ага А вот повторяйте, благослови молитесь А там так далее, значит Потом говорю, вот видите Это же не страшно, не больно Значит, пожалуйста, вы молитесь своими словами Надо было их видеть Их прозревшие лица Они понимали, что нужно теперь А, они хотели вначале спросить меня Какую бабку вы посоветуете? Такую сильную, такую крутую, и церковную Вот, значит, я говорю, что нет Вам нужна не церковная бабка Вам нужна не новые русские бабки Или что-то еще А вам нужно лично обращаться к Богу Вот, и он все слышит Он все понимает Прекрасно А ты скажешь У меня нет такого красноречия О, Иисус сказал вообще Что даже если Значит, даже если Ты начал молиться Должен знать, что Перед тем, как ты начал молиться Отец уже знает совершенно О чем ты будешь молиться Он все понимает Прекрасно Доверь всем Вот, и вообще Недоразумение Люди молятся умершим святым По невежеству Вам честно я говорю Первое, что здесь видно Невооруженным глазом Это невежество Незнание Божьего слова Ведь если я молюсь кому-то Кроме Бога И, ну, даже попрошу Кого-то из умерших Или из ангелов За меня перед Богом Просить Ну, это как минимум Значит, сомнение Во всемогуществе Дворца В Его благости В Его доброте В Его всепонимании Таком Понимаете Вот Я не должен Кого-то еще просить Я должен лично Обращаться к Нему Слава Христу Здесь написано Когда батюшки Отпускают грехи Умирающим Они упоминают Об Иисусе Христе Ну, мертвым Это как уже Как мертвым при парках Как бы это уже Отпущение грехов Для умершего Оно уже бессмысленно Хотя, да Я понимаю Я сам это делал Я сам это делал Вот я говорил Об индульгенциях на Западе Знаете, у нас Это тоже самое есть Ну, в другом варианте Конечно После Петра Первого Такая традиция Пришла в Западной Церкви В Православии Давать такие грамоты Отпускные Прощальные Они по-разному Назывались раньше Сейчас В народе Обычно называют Проходная В народе Обычно называют Проходная Или пропуск Грубо так Пропуск И он довольно-таки Простой Это Такой лист Формата А4 Думаю Значит Отрывной купон Такой Который ложится Сюда На лоб Умершему Остальная часть Вместе с Крестом И со свечкой В руку Или под мышку И смысл Стандартная молитва Отпускная Всех грехов Там лишь нужно Ими вписать Нужные И все В принципе Это Недорогое удовольствие Доступное Для человека Но Смысл в чем Что здесь Отпускает Грехи Священник Умершему Уже Человеку Понимаете Как я могу Умершему Отпустить Грехи Как я могу Вот И там написано Там в молитве Там священник Обращается Чадо Ну как Ну как Своему там Сыну Или дочери Отпускает Тебе Грехи И даже Местописание Там указывается Которое Иисус Сказал Слово Что Если вы Свяжете На земле Будет Связано На небесах И что Разрешите На земле Будет Разрешено На небесах Представьте Себе Друзья И Я это повторял И один раз В Брязанской Области Было Дело Такое Чадо Лежало Такое У меня В храме Двухметровое Чадо Такое Которое Накануне Худило Бога И Обожрало Сводки Так Что Захлебнулся Пардон В своей Блевотине И это Чадо Оказалось Православным Значит Этому Чадо Было Уже 50 Он Лишь Два Раза В жизни Был В храме И то Первый Раз Он Был Ему Было Всего Лишь Несколько Месяцев Отроду Когда Его Крестили И второй Раз Уже Мертвым Внесли Его Храм На Отпевание Он Был Простым Тартаристом Комбайнером И так далее Накануне Хулил Бога Так Что Даже Видавшие Виды Эти Алкоголики Они Были В ужасе И Бога Нет Зачем Вообще Ругаться Если Его Нет Они Не Понимали Зачем Он Так Делает А Выдали Колхозу Всему Зарплату Знаете Натурой Спиртом Со Спиртзавода Ну Понимаете Это убийство Было Много Похорон Было После Этого Сгорели Люди Многие Многие Захлебнулись Блевотини Вот Много Было Поножовщины Всякое То есть Насмотрелись Там Ужасов Не платили Несколько лет А потом Выдали Спиртом Часть Зарплаты А потом Меньше Было Кому Платить Дальше Вот Ну Такая Диверсия Вот Здесь Чья-то Злая Воля Сыграл Конечно Дьявола Вот И друзья Значит И Конечно Ну Я должен был Хоронить Этого Православного Христианина Вот Это Да Даже Я уж Казалось бы Значит Уже Все Уже Ну И во мне Совесть Какая-то Проснулась Знаете Значит Тогда Мне было Немного Не по себе Но Мне привезли Грамоту От епископа Срезания Что все Благословляется На похороны Православных Христианин Такой Значит Все Ну Я отпевал И читал Над тем мужиком Над его телом Прощение Всех Его Грехов Который Он совершил Как написано В молитве Той Словом Делом Или Помышлением Ведением Или Неведением От всех Сих И подобных Этим Освобождаю Тебя И дальше Что значит Вот это Место Писания И дальше Власть Дана Мне Богом Друзья Величайший Обман Вот Поэтому То что Батюшки Отпущение Грехов Совершают Так называемое Отпевание Ложь Я прихожу На похороны Вот Не так часто Получается Но при случае Я Когда я имею Возможность Я прихожу На похороны И сейчас Но я не молюсь За душу Умершего На похоронах Я благоставляю Бога Благодарю Бога И проповедую Евангелие Поем псалмы Некоторые православные Псалмы Святой Божьей Святой Гребки Отче наш Верую Молитвы покаяния Для живых Читаем Вместе С этими людьми Вот Последние мои похороны В которых я участвовал Это было в Киеве Вот недавно Совсем Там умер Заслуженный Погиб Заслуженный тренер Украины По регби И Представитель клуба Очень такого Известного клуба Регби Украины И Его просто Застрелили Просто На улице Среди бела дня Вот И он Пять дней был В коме И скончался И собрались Спортсмены Тренера Сотни Сотни людей Ну Примерно Под тысячу было Спортсменов И Тренеры И Юношеские сборные Были все Присутствовали там И мы По центральному стадиону Киева Мы ходили Таким ходом Пронесли Гроп С телом тренера И я говорил Слово И вы знаете Один Знакомый Регбист Он Рассказывал Такую вещь Значит Что Я Не мог Поверить Что все Эти люди Такие Сильные Крепкие Люди Они Стали Как Овечки Говорит Когда Вы Проповедовали Вот Я Я Проповедовал Евангелие Я Говорил Об Иисусе Что На самом Деле Что Есть Самый Величайший Тренер Который Не умирает Что Иисус Христос Он Победитель Он Рекордсмен Он Победитель И Вы Знаете Эти Сильные Люди Они Слонились Перед Богом И Все Эти Люди По Тысячу Человек Они Все Повторяю Молитв Покаяни И Получилось Так Что Эту Смерть Бог Обратил В жизнь Для многих Людей Слава Христу И Поэтому Похоронное Служение Это Важное Служение Но Не Для Умершего Уже Человека Для Умершего Уже Нет Мы Констатируем Факт Что Человеку Положено Должно Умереть А Потом Суд Сергей Юрьевич Там Другой Вопрос Когда Человек Перед Сердзем Приглашают Священник Когда Батюшки Отпускают Умирающим А Не Умершим Извиняюсь Извиняюсь Умирающим Вот Видите Как важно До конца Дочереть Правильно Они Упоминают Об Иисусе Христе По Разному В зависимости От священника Если Священник Сам Не Возрожден То Конечно Об Иисусе Он Не Упоминает Но Если Он Возрожден То Доносят Эту Весть Вы Знаете К сожалению Многие Священники Не Знают Иисуса К сожалению Это Парадокс Но Есть Молитесь Чтобы Доносили До Умерших Именно Весть Об Иисусе Обращение К человеку Владыка Откуда Пришло Что Вы Чувствуете Когда К вам Таким Образом Обращаются Нет Страха Перед Богом Ну Вообще Да Это Очень Такая Важная Тема Когда Отец Обращаются Или Владыка Сейчас Я Как православный Епископ Чаще всего Слышал Такие Слово Владыка Сергий Владыка Сергий Вообще Очень Обсторожно Нужно Быть Здесь И Правильно Нужен Быть Страх Перед Богом Потому Что Господь Он Предупреждал О Такой Титулом Мании И Я Считаю Что Господь Не против Даже Наоборот Он Только За Чтобы Люди На земле Были Настоящими Владыками И Настоящими Отцами И Учителями И Наставниками Но Это Не Для Титулов Определенных А Это Для Их Служения Допустим Павел Апостол Он Не Назывался Отцом Он Не Пишет Отец Павел Пишет Послание Коринфской Церкви Но Он Обращается К ним Как Детям Которых Родил Через Евангелие Это Есть К Тимофей Обращается К Сыну Своему Которого Родил Он Через Благовествование Родил И Он Сказал Что Хотя У вас Тысяча Наставников Хотя Опять Павел Неужели Не Слышал Слова Иисуса Где Он Сказал Что Один Только Наставник Это Христос Но Он Говорит Что У вас Тысяча Наставников Но Мало Отцов Проблема Отцовства Тогда Была Большой Проблемой И Также Владыкою Господь Поставил Человека Владыкою Над Делами Своих Рук На самом деле Первоначальный Замосел Божий Именно Человека Поставить Владыкою Владычествовать И К сожалению В грехопадении Это все Изменилось Я считаю Что Обращение Владыко Это Не Является Плохим Обращением Это Для меня Когда Меня Владыко Я Воспринимаю Так Что Я На самом Должен Соответствовать Не Просто Называться Владыкою А Реально Владычествовать Должен Владычествовать И Владычество Божье Через Владычество Утверждать Просто Напросто И Когда Отцом Это Неправильно Один Отец На Небесах Но С другой Он Должен Понимать Что Я Должен Отцом Рождать Через Благовествование В православии Крайность Другая Традиционно Православие Что Там Как Говорят Что Не Поп То И Батька Его Положили Уже Отец Георгии Отец Юрии Отец Сергеи Хотя Он Никого Еще Не Родил Через Благовествование Вообще И Сам Не Возрожден Свыше Но Оттитулов Упасительность Господь Оттитулов Мами Да Вообще Самое Хорошее Обращение Это Брат Самое Хорошее Обращение Брат Сестра И У меня В церкви Допустим Моей церкви Там Где я Пастором Я являюсь Меня Не называют Так Владыкой Или отцом Меня Меня называют Именно Пастор Пастор Сергей Пастор Просто Обращение Такое Обычное У нас Церкви И Отцом Сергеем Или Владыкой Сергеем Обычно Называют Люди Со стороны Что-то Есть Сороколус За здравие Чем Он Опасен Мирночивые Иконы Знак Вопрос Сороколус За здравие Есть Но Опасности Здесь Я особо Не вижу Я не знаю Честно говоря Есть ли Опасность В этом Но Я скажу Так Подмена Такая Причастие Какого-то Человека Подменивается Причастием За него Кого-то Еще Но На самом Деле Я не вижу В этом смысла Никакого Как за меня Кто-то будет Причащаться Зачем Я живой Я Если я верующий То я причащаюсь Я вспоминаю Жертву Иисуса А если за меня Кто-то делает В этом Какая-то Бессмысельца Религиозная Какая-то Путаница Вообще Вавилон Вавилон Буквально С еврейского Означает Запутаться Заблудиться Бабель Бабель Буквально Заблудиться Лейт Бабель Заблудиться Запутаться Уйти куда-то В сторону Вообще И потеряться Поэтому На самом деле Это какая-то Путаница Религиозная Такая Подмена Такая Дьявольская По поводу Мирдачевых икон Конечно Это большая тема Я об этом Буду говорить Еще Но Здесь большая Ложь Дьявола Вообще Чаще всего Чаще всего Я вам честно скажу Здесь обман Попытка Выдать Желаемое Задействительное Чаще всего Я много Интересовался Этим вопросом Тогда Когда еще Я верил В святость Иконы В то Что Как Павел Флоренский Говорил Однажды Еще сто лет Назад Что иконы Это окно В духовный Мир Я верил Этому Я искал Этих Как он говорил Широко распахнутых Окон В духовный мир То есть Чудотворных икон Мирдачащих Там и так далее Но Потом Я протрезвел От этого Религиозного Дурмана Я понял Что не через окна Должен входить В духовный мир А через дверь Которая Иисус Христос А всякие попытки Через предметы Или через ритуал Войти Это через окна Это попытка Влезть через оккультизм Религиозный В духовный мир Это заблуждение И Вы знаете На проверку Выясняете Что Мирдачащих Иконы Чаще всего Это просто Психическое Нездоровье Некоторых Лиц Пусть Меня не простят Вот Те люди Которые верят В святые Иконы Сейчас Но Один из журналистов Киевских Писал Однажды статью Очень интересно Я с ним лично Знаком С этим журналистом И Он писал Он был Еще Когда писал Статью Он был Традиционным Православным Верующим И Он старался Писать О церкви О праздниках О Иконах В газетах И его публикации Они пользовали Спросом Разные газеты Приглашали К себе Он печатался В разных изданиях И И когда Привезли В Одессу Икону Николая Второго Якобы Мирдачащую И Плачущую Он плакал Миром И Местные Батюшки Одесской Епархии Чисто По-одесски Отреагировали Они Объявили Что Государь Император Он плачет По поводу Отделения Украины От России Вот Конечно На Дерибасовской Все это Обсуждалось Довольно Живо Вот И Этот Журналист Приехал Специально Посмотреть На это Религиозное Шоу Плачущий Государь Никогда На раз увидишь Плачущего Императора И Он приехал Специально Для Статьи Большой Написания Большой Статьи Сенсации И Ну и Политика И вот Я занимал Несколько раз Очередь Специально Чтобы подойти К этой Плачущей Иноточащей Иконе Проставил Очередь Доходил до Конца Видел Икону И хоть бы Срезинка Хоть бы Что И Один Последний раз Одна женщина В истерике Билась Я видела Плач Я видела Слеза Стекает С него Я говорю Рядом Стою Я не вижу Ничего Подошел Батюшке За год Разъяснение Как такое Может быть Женщина утверждает Что она видит Плач Этой Иконы Я стою Рядом С ней Я смотрю Я не вижу Ничего И батюшка Сказал Такой Религиозный Афанаризм Это не Всякому Еще Дано Увидеть Да И Как говорят Женщина Без комментариев Мне стало Все будет Ясно И Понятно Это Был случай Который Очень сильно Повлиял На его Потом Убеждения И через буквально год После этих событий Он Покаялся В Песятнической церкви И вышел из православной церкви Уже Уже официально И Сейчас он работает Журналистом Также продолжает Работать Писать статьи Но он В таком Евангельском Уже русле Работает уже Журналист Вот Но это событие На него очень сильно повлияло Вы знаете Был в России Император Первый российский Императорник Петр Петр Великий Петр Первый Петр Алексеевич И вот И Им пытались Манипулировать Но не до того сели Где сядешь Там и встретишь С него Вы знаете И Батюшки Не пытались Манипулировать Им говорили Вот Петр Алексеевич Вот так Ваше величество Вот там Икона плачет Видимо Матушка Богородица Переживает По поводу Вашей неправильной политики И так далее Вот И Вы знаете А он Передевался в форму офицера И Брал с собой Хлопцев Таких Нехилых И Ехал специально туда И Выяснял Что и почем Брал икону Конкретно И смотрел Значит Где там что Выяснялась Ложь Выяснялся Обман Выявлялся Обман И этих батюшек Горе батюшек Монахов Отправляли На конюшню Где эти хлопцы Могли хорошо пороть Вот И в конце концов Государь Император Издал такой указ Очень интересно Его До сих пор В семинарах Не любят Этот указ А там говорилось Я не помню Там Но примерно так Близких текстов Что ежели В каком-то селе Там Городе Там Славянские Были обороты Такие Характерные Что икона Какая Заплачет Замироточен Закровоточен То Поповские задницы Будут плакать Кровавыми слезами Ну Петр Конечно Он такой Радикальный Был такой Император И вы знаете И Что вы думали До самой смерти Петра Великого Ни одна икона Больше Не плакала В России Как он Обрезал Все В семинарах Обычно Объясняют Так Что Богородица Но чтобы Не поставлять Своих Батюшек Перестала Плакать Точно Чтобы Свяжется На земле Да Конечно Такие моменты Есть Но вообще Мироточение Кровотечение Слезоточение И так далее Выделение Из этих икон Чаще всего Это обман Ложь Хотя Я не исключаю Возможности Реальных Каких-то Сверхеестественных Проявлений Не исключаю Такой возможности И Вот В Киеве Произошло Не в Киеве Это произошло Конечно Далеко От Киева Это было На Кипре Но в Киеве Это свежество Очень сильно Потрясло У многих верующих Значит Одна киевля Она Каждый год Летала до На Кипра Отдыхала И Она верующая С Такой церкви Харизматической И Было такое Сильное свежество У нее Она была Лидером Даже молитвенного Служения В одной из Больших И На Кипре Однажды Она попала В экскурсию Она все время Обычно Сама отдыхала Где-то А это попало С экскурсии И поездила И Показали Дух смерти Дух смерти Там Возле Возле Иконы И Она подошла К иконе Не чтобы целовать Или восхищаться Она подошла Конкретно Для брания Но Она не стала Я бы Ничего там Не кричал Ничего там Громко Не молилась Я в полголоса Но С полной Уверенностью В моем Господе Именем Иисуса Запретила Всякому Сверхиестественному Проявлению Через эту икону Связала Бесовский мир Контролировавший Там Эту икону И это поклонение И отправила В преисподне Призвала Кровь Иисуса И вы знаете Что монахи Трое монахов Они не знали Русского Но они что-то Почувствовали Что-то прекратилось Что-то там И Просто чудо Спасли Разгневанные Эти монахи Готовы Разорвать Эту женщину Потому что Они почувствовали Что-то прекратилось В этом храме И потом было Такое знамение Свыше Что в это время Года вообще Не бывает Она же облачка На небесах И вдруг Над этим монастырем Свинцовые облака С молниями Значит там Ну фантастика Там и люди Которые старожилы Там живут Значит Они говорят Ну это вообще Первый раз в жизни Такое что-то там Такое собралось Такое свинцовое небо Вот реально Я знаю Что есть проявление Небесовского мира Через такие иконы Потому что люди Ищут тогда Помимо Христа Какого-то выхода В духовный мир То в принципе Диабол в этом Очень услужлив Кому угодно Обращается Только не к Иисусу Христу Вот его стратегия Но мы будем делать Как раз наоборот Аминь По слову Божьему Через Иисуса Войдем в духовный мир К престолу И небесного Отца Как определить Ложное или истинное Тебе дано Видение Откровение Чуда Это очень большая Глубокая тема Друзья Я не хочу так вот Понимаете Голопом Такую большую тему Продвижать Я вас адресую Сейчас к некоторым Книгам Книга Книга Это Библия Библия Много Очень тем И одна из этих тем Как раз Как распознать И У Рика Реннера Есть очень хорошее Об этом Учение О распознании Ложных и истинных Вот этих знамений У Руфуса Как раз пастора Вот ваш пастор Знает Проповедника И пастора У него есть очень хорошая Как раз книга Маленькая книжечка О ложных и истинных Вот этих Среди истинных проявлениях У многих пасторей Есть наработки Об этом Это тема Это целая тема Библейская тема И Но если вкратце Я скажу так Что есть некоторые критерии Проверки Любого чуда Истинно оно или ложно И чудо Которое проставляет Бога И подтверждает истинность Его слова Его посланничества Это есть истинное чудо Чудо Которое Бог на них проставляет А допустим Проставляет кого-то еще Или же Вместе с Богом Кого-то еще все-таки Проставляет И все-таки акцент Делается на ком-то еще Ну Богу слава Конечно тоже Значит Ну Вот это вот Вот это вот То это уже конечно Ложь Здесь Виден Прием Очень хитрый Прием дьявола Знаете Порой так Порой дьявол идет нахрапом А порой если видят Что Невозможно Из-за этого Мытьем Такката не начинает Значит Я не против Бога Он не Бог Отлично Все Но мы вместе Вот да Понимаете Слава Примазаться Вот и Откровение Конечно Откровение Чтобы распознать истину Откровение Конечно Опять таки Нужно Звучит Божье слово Потому что Откровение Противоречит Божьему откровению Откровение Твое личное Опыт Твой личный Очень сложно С ним распрощаться Я по себе знаю Полтора года Где-то года Борей Божьему откровение Главным образом У меня Из-за того Лишь Что я не мог Отпустить Свой личный Опыт Мистический Потому что Я не просто Молился Я имел Некоторые Ответы Понимаете Когда допустим Были проблемы Молился Пантелеймону Мученику И я получал Ответы Когда молился Мария Допустим Богородица Было особо Присутствие Я понимал Что она где-то Рядом Сейчас Такая Интимная Близость Возле иконы Я на этом Конечно Не застрял Внимание Потому что Я опасался Такого явления Как прелесть Состояние Духовной прелести Заблуждение Такие обольщения Но Все равно Это было В моей жизни И с этим Очень трудно Было распрощаться А как же Молитва Святых За меня Думаю А как же Так Почему Один Иисус Ну Понятно Он дорога Но Но есть еще Какие-то Тропиночки Думаю Ну Друзья мои Надо идти по дороге Зачем Идти в обход И чудеса Также можно проверять Есть библейские Критерии Есть ли У вас Библейские Школы Которые Готовят Служителей Для служения В новой Реформаторской Православной Церкви Друзья Занятия Проходят В Киеве Сейчас Семинария Наша Возобновляет Своё Учение И занятия Можно Лекции Можно получать По интернету Вы можете В интернет Семинарии Обучаться Находясь В любой части Земного шара Получать лекции Раз в месяц И вы будете отвечать На тесты Определённые И это обучение Вполне возможно Обучение Но конечно Пожалуйста Приезжайте В Киев Обычно Российский Паспорт Если всё нормально Там у вас На три месяца Вы можете Смело Жить В любой точке Украины Перед пересечением Границы Вы можете Жить в Киеве Раз в три месяца Необходимо Будет Минимум Чтобы вам Пройти Какой-то курс И связаться Можно по интернету Опять-таки На мой Е-мейл Есть Все мои Телефоны Телефоны меняются Но е-мейл В принципе Тоже И во всех этих газетах Есть информация Во всех этих Сборниках Кстати Есть информация О школе Вообще Школа нужна Очень серьёзная школа И потому Потому что Реально Кадры решают Всё Знаете Нужны новые батюшки И новые матушки Кстати Нужны Матушки Нового поколения Вы знаете Интересно У меня есть Священники Некоторые То есть Те, кого я Рукоплагал Или принял Из Допустим Традиционной Православной церкви Есть некоторые Служители Женщины Диаконисы Есть у меня У меня есть Пресвериды Раньше в православии До 6-го Вселенского Собора По крайней мере Были пресвериды Были диаконисы Потом их Рукоположение Было приостановлено И заморожено И в 10-м столетии Уже запрещено Окончательно Было В традиционной церкви Вот мы решили Возродить это Служение Диаконис Пресверид И Одна наша матушка Такая В рясе с крестом Женщина Она служит В селе В Херсонской области Там они Взяли хату Поставили крест Переоборудовали И проводят служение Обычно Кадемец Батюшка Только матушка Ее муж был Мусульманином Я приехал К ним Он такой Весь напуганный Я не пойму Теперь моя жена Мулла Я теперь касаться Боюсь Как мне теперь Жить будет Я не знаю Я говорю Успокойтесь Она хотя Мулла Но она Ваша жена Все равно остается Вот мы с ним Молились молитву Покаяния Он такой был довольный Что теперь его жена Она служитель В церкви Очень интересно Отреагировал И вообще Я стал С жителями села Разговаривать Мне так интересно Была их реакция Я говорю Ну как же Я так специально Стал говорить Может у вас забрать Мадушку Любу Может вам кого-то Прислать Из священников Мужчин Все таки Сюда в село Ну как вам Она приглянулась Они стали ее защищать Говорят Нет Я говорю Ну все таки Женщина Как-то Не совсем Типично Для церкви Ну и что Пускай женщина Зато вот Она не пьет Говорит Не гуляет Говорит А то До нее там были батюшки Традиционные Православные Приезжали в это село И они все Один другого Почему-то Как-то специально Попадались Короче Ну Самый негативный Образ Вот И Только Лишь с этого Дискредитируют А это Они видели Хорошие женщины Справляются За скотина Нашу молятся С детишками Нашими Возятся Короче На общественном Начале Детский сад Организовали Такой Вот Ну пусть Я так удивился Все лет прижилась Матушка Так что Готовьте сестры Тоже некоторые Одевайте рясы И вперед На баррикады Что такое Биоэнергетика С вашей точки зрения С моей С моей точки зрения Ну вообще С моей точки зрения Это То что есть в человеке На самом деле Просто На этом Очень многие учения Зацикливают Своё внимание И теряют из виду Самое главное Из виду Теряют того Кто дал Человеку И тело И душу Бессмертную И силы Определенные Дал человеку И получается так Что Видя Вот эти вещи Второстепенные Третьестепенные Они теряют Самое главное Вот эти учения К сожалению Вот я с этим Очень часто Сталкивался А в человеке Есть определенные силы Конечно Которые могут Использовать Как вот И оккультные Всевозможные Вот эти вот Миры Вот Но Если человек Он одарен То он В Божьем царстве Будет реализован На самом деле Я верю Что Любому человеку Есть реализация Именно в Божьем царстве Но дьявол пытается Понимаете Все перекрутить На свое В свою сторону И получается Человек погибает Просто погибает Просто погибает А вербовка Оккультная Обычно происходит Именно таким образом О Они обычно как говорят Вербуя нового Оккультиста Нового в своей ряды Вот они говорят О У тебя зашкаливает У тебя там Все там О У тебя получится Ты видимо В таком-то поколении Видимо У тебя там Третий класс Или пятый Десятый И так далее Вот То есть Чтобы человек Как бы заинтересовался Понимаете Гордость его Захлёстывает И конечно Проблемы возникают Из-за этого Но на самом деле Это не путь Божий Путь Божий Это через смирение Через покаяние На самом деле И Господь уже Новое творение Воссоздает Слава Иисусу Где-то читала Что есть только Два владыки Бог и дьявол А Опять-таки Какой-то владыки Значит Но Бог и дьявол Да По-своему они владычествуют Бог вообще-то владыка На самом деле Дьяволь Дьявольское владычество Это так вот Поскольку Поскольку Оно больше Этимирно От человека Бог создал По образу Подопию своему Главное Чистоит над землей Дорогой Возвольный брат Сергий Скажите Пожалуйста Какой хлеб Никакой вино Вы применяете Хлебопреломление Святом причастии Как вы готовите хлеб Рецепт Если можно Еврейском отце Можно применять Святой причастии В одиночку Сестра Вы знаете Интересно Вообще-то Моим отцу Обычно покупаем В синагоге На причастие К удивлению Конечно Традиционных Артлодорциальных Евреев Но покупаем Обычно Там покупаем И вино Стараемся Покупать В синагоге В Киеве Это синагога Бродского В центре Киева Вино Шабас Вино Вот И Моца Это просто Пресный Это просто Пресный хлеб Без закваски Без дрожжей Не перекисший Просто Мука Вода Ну все Больше ничего Побито И пробито Должна быть Вот Если у вас Под руками Нет Такой реальной Настоящей Кошерной Моцы Но вообще-то В Москве Кто бывает Закажите коробочку Моцы Вам этого хватит Надолго Если разумно Принемного Это все Использовать Вот И Вообще-то Вино Какое Используем Значит В разных церквях У нас В некоторых церквях Тех Моих церквях Где я Являюсь Ефископом В некоторых Используют Красное вино Та община Которая в западной Украине Там в основном Белое вино Используют Ну наподобие Католическое Там выходцы В основном Из грехо-католической И римокатолической Церкви у нас Значит А у них Обычно Белое вино В большинстве Общин же У нас Просто виноград Насок используют В большинстве Общин Я в принципе Причащаюсь И в тех Общинах И в тех И в тех То есть Я участвую В служениях В всех этих Общин И когда Бываю в гостях Поэтому я не вижу Особых Да Кстати Одна из общин У нас Допустим В Херсоне Она у нас В Херсонской области В Каховке Они у нас Причащаются Не на маце А на квасном хлебе Как в православии Конкретно Как в православной церкви Традиционной Я не вижу Никого криминала Пожалуйста Хотя В своей церкви Я учу так Что мы Сопресниками Чистоты и истины Как описание говорится Мы не имеем Закваски Порока и лукавства Хотя Я понимаю Что первое Что это Духовное понимание Есть Вот я Не ставлю Из принципа В этом вопросе Держусь Девиза Блаженного Агустина Здесь я В этих вопросах Что в главном Должно быть единство Во второстепенном Свобода Разнообразие Обо всем Любовь Знаете Мои детки Однажды Они часто Одно время Играли В причастие Вот Пожалуйста Они наливали молоко Прябники Причищались Там Куклы всех Рассажены Там Медведи Так так далее Вот И Когда Я думал Это просто игра Понимаете Ну в моем понимании Это просто игра Значит Когда Мне предложили Детки С ними участвовать Значит Я когда был с ними Брал это молоко Пряник Вы знаете Присутствие было Божье Колоссальное И не меньше Чем в храме Значит В служении Даже В чем-то даже больше И я знал Что дети Они понимают Что они делают По своему Да И понимают На своем уровне И Пусть это молоко Пусть это пряник Но Господь присутствовал При всем этом Слава Богу Так что здесь Я не за то Чтобы держаться Конкретно Определенных Вот этих Пастормений Только вот так А не как иначе Но Лично Вот в той общине Где я Пастором являюсь У нас так У нас сок Или же Вот эта Кошерная Шаба с вино Это без градусов Вино Вот и Мацарь В точне Дия Пастором А так В принципе У нас Свобода Какие Из даров Святого Духа Вы имеете Это отдельная тема Вообще Здесь Считаю Что не совсем Скромный вопрос Вообще Если Имеешь Дар Святого Духа Это проявляется Вообще Я крещен Святым Духом Со знамением Молитвы На иных языках Исколкованием Бог дает Иногда Но На самом деле Я считаю Что Многие эти вещи Это Мы должны Приписывать Даже Немного Даже Себе Потому что Бог Он проявляется И Бывает даже так Что ты не просишь Специально Батья вещах Просто Это само Сотвой Приходит И Просто Разогреваешь Этот дар Молишься Служишь И когда Служишь Этим даром Он еще Бог прибавляет Не служишь Это убирается То есть Есть принцип Очень довольно Простой Я считаю Что каждый Верующий Может быть Проявителем Через Каждый верующий Бог может Проявить Свои дары И всевозможные Дары И исцеления Бог даром И всевозможные Бесплодие Другие болезни Другие болезни Но опять-таки Если практикуешь Это Бог Это еще Прибавляет И Больше Чтобы это было В пользу В царстве Его Если Ты не В пользу Это Просто Забирается Кто ответствен В вашем доме За корм Небесный Для детей Для мальчиков И девочек Для мальчиков И девочек Вообще-то Моя супруга Она больше Время проводит С нашими Детишками И поэтому Она больше Кормит Семью Получается Духовно Значит Мальчиков Наших И девочек Хотя Друзья После поездки В Израиль Я серьезно задумался Над тем Что Все-таки Отцам Не следует Все Списывать На свою жену И особенно Что касается Мальчиков Особенно Что касается Мальчиков Мне очень нравится Когда На Симхат Тора Есть такой праздник Праздник Торы Праздник Писания Праздник Писания Когда Равины Танцуют Со свитками Торы Отцы Своих сыновей Сажают на плечи И с ними танцуют Потому что Это духовный Символ Того Что Призвание Отца Своего сына Поднять Даже выше Того уровня На котором Ты сейчас Находишься Чтобы он От твоего уровня Поднялся Еще выше Задача Отца Именно В этом Послужить Своим Детям И это Очень даже Символично Очень даже Бажен В этот момент И Очень понравилось Мне Что Допустим Хоть в синагоге Хоть Возле стены Плача Допустим Отцы Ведут мальчиков Собой Туда В свою часть Мужскую Сестры Жены Ведут Девочек В свою часть Женскую Часть И возле стены Отгороженные Хотя У нас В церквях Христианских Видите Мужчины И женщины Сидят Все вместе Мальчики Девочки Все вместе Мы не ставим Например Это братская часть Это сестринская часть Но раньше Православие Так оно и было До Петра I Часть Одна Храма Отворилась Как мужская часть А одна Часть Была Как женская Часть Или для Пришельцев Для Иноверцев И женщин И детей И раньше Это было Обязательным После Петра I Это стало Непринципиальным И в принципе Сейчас Об этом Мало Православных Задумывается Только лишь У старобрядцев Сохраняются У некоторых Даже не у всех Такие вот Учения В православии Это раньше было Но В этом что-то есть Когда Я видел В мечети В синагоге Вот такое отношение Когда мужчин Обучал Допустим Мула Или мужчин Обучал Равин Я в этом увидел Какое-то особое благословение На самом деле Когда ты вкладываешь Мужчин То знаешь Если мужчина научен Он научит и свою семью А если Женщина научен То ей очень сложно Перепрыгивать через голову Учить своего мужа Дома Помочь ему Состояться Уверовать Мужчине Ну естественнее В этом плане Влиять на свою жену Чем в жене На мужа Хотя У Бога есть такое чудо Что через жену И мужчина спасается Так что Не поймешь Короче сейчас В новом заметиях Уже во Христе Нет такой принципиальной Разницы Конечно Но хотя Все равно Мужчина остается Мужчиной Женщиной Это как некоторые В Германии Допустим Христиане Толкуют Что во Христе Нет уже Ни мужского Ни женского пола Поэтому можно Менять пол Браки Делать Такие совместные Потому что В принципе Не принципиально Уже Мужчины Или женщины Лишь бы были верны Друг другу Любили друг друга Есть такие церкви Где вот это все Учение такое Извращается Но на самом деле В контексте Библейском Там совершенно Не об этом говорится То есть мы остаёмся Евреями Русскими Украинцами Мы остаёмся Мужчинами Женщинами Но во Христе Вот эти вещи Они по другому Звучат совершенно Ну вы понимаете Говорят ли Ваши дети О Боге В школе В детском саду Делятся С родителями Этим с родителями У них Сладывается Отношение Со сверстниками До брака С вами была Жена Верующим человеком Начнём с последнего Да Она была Верующим человеком И Богу за это благодарен Вообще Я думал быть монахом Если честно Думал Думал быть монахом Она у меня Готовилась тоже В монастырь женский Я мужской И в общем-то Мы были Беспечены Монахом Она была Традиционно Православно верующей Её духовный отец Завершний Священник Отец Иоанн Кстати Только там В Подмосковье Он благословлял Ехать в монастырь В принципе поступать Она уже готова Вольняться с работы И в принципе Всё было готово На чемоданах Уже сидела А я уже тоже был готов Ехать только в другом Монастырь Тоже в Подмосковье Только туда В Загорск И Вот так получилось Что наши Отцы Иоанны Наши батюшки Орловские И Славшногорские Они как-то знают Друг друга Общались Друг с другом Вот таким путём Я был у них в храме Тоже читал Пел Батюшка тот Московский Хотел Меня продвинуть Московскую епархию Перспективы У тебя будет И так далее Хотел Чтобы я женился На его Как племяннице Которую я вообще Не видел Что-нибудь тогда И я в храме Его увидел Свою будущую жену Вот Без пяти минут Монашку Вот И получилось так Что Теперь у нас Домашний монастырь Такой И скоро будет Уже шестой монах Да Да Слава Богу Вот И я на самом деле Богу благодарен За то Что Не мои планы А его состоялись На самом деле Что Ну представь Страшно Что значит Какая ошибилась Да Представь Страшно Мне теперь Что я Плету На самом деле Не дай Бог Ну ладно Отдельная тема По ходу детей Да Дети Говорят со сверстниками Вот И Хотя Двенадцатым Это может казаться Ну Довольно-таки Еще так вот Наивно Дети Они между собой Общаются Но на их уровне Это благовестие На самом деле Когда в Киеве Там снимали Квартиру На втором этаже Да По-моему Второй этаж Был у нас И там Такой дворик Такой уютный Такой киевский Дворик Зеленый И мы на кухне Окна все Раскрыты были Лето И я слышу Как с балкона С балкона Доносится Такие слова Разносятся А там дворик Там все Разносится Там все Слышно Люди Покайтесь Веруйте в Иисуса Христа А то Ват Пойдете Криком Кричит Я в шоке Ничего себе Еще скажут Я не могу заставил Такие вещи Хотел запретить А потом думаю А вот если сам не додумывался Выти на балкон Такое сказать Пусть хотя бы Летеныш Это скажет А я Интересно Наблюдаю Там с кухни Сахват Смотрю Люди там Оборачиваются Смотрят Ну где же А их не видно А не маленькие С балкона Там кричат Только голоса Разносятся Откуда Что не поймешь Короче С хорошим Молодцы Так что Даже Даже Так вот Было Да И Вообще Дети копируют Родителей Поэтому Мы должны Это понимать И Вообще Влияние Колоссальное На детей Оказываемое Порой даже Сам этого не понимая Чаще всего Личный пример Словами Очень сложно Детям что-то Объяснять Очень невозможно Именно Пример Пример Поступок Но не специально Подстраиваясь Под это А не Как бы Не играя Понимаете Очень важно Оставаться самим собой Это самый ценный урок В домашнем кругу С детьми Как часто Общение С Библией В каком возрасте В вашей семье Дети познают Бога По Писанию Ну пока По детской Библии Вообще Здесь Я У всех родителей Есть свои Методики определенные Есть свой опыт У меня тоже Есть какой-то Уже свой опыт Уже сложившийся Я Лично противник Вот таких Навязываний Навязываний Хотя Бывает Допустим Ну как бы Говоришь Прочитать Библию И так далее Детскую Или что Расскажите Но Вообще Я Стараюсь В этом плане Быть сдержанным И Чтобы дети Сами Что-то Спрашивали Это лучше Когда Сын Спрашивает Тебя Это для меня Самое большое Счастье Вот А когда Я говорю Сыну Это Не очень Хорошо Потому что На самом деле Должен быть Интерес у них Возникнуть Вначале Ты не можешь Навязать детям То что им Неинтересно Мы должны Это понимать Как родители И А заинтересовать Ты можешь Ну Религиозно Детей не заинтересуют Жить На сто процентов Да Да И Общение Познавание Бога По Писанию Конечно По Писанию Мои дети Пока еще Бога не познают По Писанию Хотя Писания Могут знать Уже Не знают На уровне Детской Библии Допустим На уровне Мультиков Этих суперкниг И так далее Других Этих Популярных Мультиков Но Вы знаете Скажу так Что мультики И детская Библия Это все равно Это Ну как-то Столи Это не Настоящее Конечно Слово Оно дает Даже В этом есть Большая опасность Я так увидел Большой информированности И отсутствие Личного Знания Понимания Бога И Дети Могут знать Все по Писанию По Детской Библии Могут перескать Притчи Но Совершенно Не вникая И не понимая Реально Что это такое Поэтому я стараюсь Держать баланс Такой Вот Чтобы Они лично Переживали Такую встречу Лично Переживали встречу Личную молитву Ненавязчиво Должно быть Это Я считаю Каким образом Зажигается Ежегодный Да Ага Зажигается Ежегодный В Иерусалимском храме Рождественский огонь Пасхальный Вернее Скажу На Пасху Сходит Огонь В храме Гроба Господнего В Кулукли То есть В часовне Внутри этого храма Предположительно Где было похоронено Тело Иисуса И вообще-то Здесь Лично мое мнение Это действие Окультных сил Лично мое мнение Хотя Я Думаю Что может быть Это просто И Фальсификация Просто обман И такая Общая такая Истерия Определенная Религиозная Хотя Я когда был там И я констатировал Духовное Лично Присутствие Духа смерти И сильный контроль Духа смерти Над этим местом И поэтому Меня лично Поездка в Израиль Именно конкретно Посещение этого храма Гроба Господнего Уверило В моем прежнем Мнении Что это действие Окультных сил И Хотя Люди Многие люди С кем я общался Они были убеждены Что это действие Божье И Но Вот такие чудеса Зажигание огней Такие религиозные Шоу Представления Знаете Они Не являются Божьим чудом В Писании Нет таких вещей Там если огонь Однажды пришел Допустим Во время Ильи Он был Непризвучным Он Не казался Лишь огнем А потом превращаясь В настоящий огонь Он реально пришел От Бога огонь И он пришел На конкретную молитву Во время жертвы И это было Для чего-то Для чего Чтобы Господь Был обнаружен Израилем Чтобы Израиль Нашел Бога своего Чтобы Израиль Признал Господа Своим Богом И Они говорили Господь Есть Бог То есть Слава Богу Воздавалась Здесь Но Не В этом огне Слава Богу Не воздается Проставляется Деноминация Проставляется Магизм этих монахов Но Ни в коем разе Не Господь Самогущий И В этом Большая трагедия Конечно Иерусалимских Православных Кстати Наши православные Не знают Истинного Положения вещей Потому что Через Российские СМИ Доносится Полуправда Поэтому Неправильная Картина у нашего Обывателя Складывается О событиях В Иерусалиме На Пасху Потому что Во время Обычного Традиционного Православного Служения Огонь Не появлялся Никогда Еще И не появляется Об этом У нас мало Кто говорит Наоборот У нас Журналисты Носят Все так Что Как будто Во время Православного Служения Сходит Огонь Даже Есть такая Легенда Что Однажды Там были Армяне И огонь Не появился Там Якобы Армяне Такие Проклятые Они там В столу Собрались И Когда Они захватили Храм Якобы Огонь Сошел Для Православных Лишь Отдельно От колонны Это легенда И она не имеет Ничего Общего С историей И вообще В этом храме Скажу так Что Огонь Появляется Лишь в тот момент Когда Группа Арабов Они заскакивают В храм Кричат Танцуют Визжат В истерике Бьются Они кричат И чем сильнее Крик Тем сильнее Этот огонь Сходит Это вот согласно Описанию Очевидцев В этом году Спасли чудом Несколько человек Потому что Этим огнем Один был Зажегся Его еле спасли Он в ожогах Лежал в больницах Другие Оделы с легкими ожогами И у нас Об этом не рассказывают Ничего Какие безобразия Там совершаются На самом деле Для израильской полиции Этот пасхальный огонь Это большая проблема Потому что Приходится растаскивать Дерущихся между собой Этих мужчин Которые дерутся За священный огонь Бьются Не по наружку А на полном серьезе Другом За право обладания Первым священным Этим огнем Вот И Жизнь Этих Прихожан Кричащих И визжащих Танцующих Она Не является Жизнью Возрожденного С высших христианин Эти люди Прихожан Огонь Не появляются Но Вся религиозная Истерика Это Харизматия А без Христа Она еще Более опасна Честно говорю Чем Даже традиционное Религиозное Служение Православное Или католическое Без Христа Потому что Харизматия Без Христа Это Вообще Это получается Глубокое Такое Извращение Такое Потому что В целом Это должен быть Христос Если даже Некоторые Верующие Имеют Такие Религиозные Харизматические Такие Росовые очки И Наивно полагают Что если Православные церкви Будут танцевать И будут Рукоплескать То все изменится Само собой Я вам честно скажу Я этого боюсь Больше всего Если в храмах Будут Рукоплескать И будут Танцевать Но если не будет Там Иисуса Христа В центре Если вокруг Это харизматии Религиозной Истерии Не будет Самого главного Без Христа Все напрасно Я Я не верю В то что Если не будет Слова Божьего Там будет Пробуждение Я верю Что пробуждение И информация Сейчас здесь Каждый раз Начинается С возвращения К Божьему Слову К авторитету Божьему Слову Служения могут быть Различны Да Я не против Если в храмах Будут танцевать Нет проблем Пожалуйста Рукоплескать Ну Пожалуйста Если есть Такое пожелание Тем более Раньше В православии Это было все Раньше Я могу напугать Некоторых слушателей Может быть зрителей Но Вообще-то Это историческая правда Взять допустим Иоанна Златоустова В конце 4-го столетия Это классик Для православных Это очень большой авторитет И для католиков Иоанна Златоустова У него есть Среди его многочисленных бесед Есть также беседа О рукоплесканиях В храме Называется Пожалуйста Однажды был такой случай у меня Я приводил экскурсию Института Иисуса Навина В Лавру Печерскую И там семинаристам Этим я рассказывал Ну Православным Семинаристам Вначале Их евангелизировали Наши девушки Значит Сестры А потом я сказал им Братьевую Если бы В моем храме Они говорили об огне Священном Восходящем на Иерусалим На Пасху Они говорили о мощах Нетленных Я говорил им Братьевую Если бы В моем храме Не просто лишь На Пасху А каждый день Сходил бы огонь На служение И если бы Не просто отдельные члены Моей церкви Были бы После смерти Нетленными А при входе в храм Допустим Где мое служение Проходит Целая Галилея Лежала бы Бывший членов церкви Умершим Нетленных Такая мощная церковь Знаете Много мощей Там было Я сказал им Что и это все Для меня Было бы меньшим чудом Чем одно Божье чудо Я им рассказал Пример одного из студентов Он был наркоманом Уже Как говорят В миру Кончено Наркоман Уже все уже Реально переживал смерть Уже И Бог его воскресил Бог его исцелил Восстановил его разум Хотя были уже Процессы Не противные В его мозгу Вот Но Господь спас его И он осень Это было весной А осенью он приезжает В Киев Учиться в библейский институт Ему сказали Исключение Он учился Вел конспекты И я поставил В пример этого Брата И говорю Смотрите Если Вот эти чудеса Мощи Кощи Мощи Там чудеса Там Леши Ну сами знаете Такого всего Но друзья Я говорю Вот это одно чудо Оно для меня Гораздо важнее Чем все чудеса Почему Потому что у каждого Есть свой почерк А здесь Когда мы видим Живое чудо Живое чудо Реальное чудо Здесь божий почерк Почерк живого Бога У Бога живого Есть свои чудеса Есть свой Неповторимый почерк Он Никак его не подделаешь Абсолютно Там где он Свою руку прикладывает Там где жизнь 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 А там где Мертвые боги царствуют Там смерть Смерть Там Много ли ума Надо законсельировать Покойников В буддистских храмах Эти духи Которые контролируют Эту религию ложную Там полно Таких мощей И притом Один из Орловских Гуру Который там В Тибете Получал посвящение Здесь по центральной России сейчас И является Вербовщиком Для вот Этой новой Религии Смесь буддизма И западных культов Каких-то Вот он Бывший мой товарищ Значит по Еще Орловскому Худоровскому Училищу Тоже художник По образованию Он сейчас Потрясает Орловчан Своими такими Интересными Такими Похождениями Босиком Зимой Ходит Простоволосый Ну такой Гуру Бородой большой Не знаю Индусы Все Вот И Там Отрывается От земли Ну короче Улетное Такое Учение Такое Вообще Вот Вы знаете И я Нет Я люблю Человек Владик Но для меня Он по-прежнему Он все равно Владик И художник Первый Очень хороший Мастер Хороший Но Знаете Вот это Лжеучение Его Я не понимал Почему он пошел Не туда И я говорил ему Тогда Как вот Традиционно Священник Говорю А у нас мощи Он Нашел Чем удивить У нас Эти мощи Приезжай на Тибет И ты Увидишь Столько мощей Что не монастырь То десятки мощей И при том Он нам Показал фотографии Реально Там засохшие Эти монахи Без всякой Мумификации По полторы тысячи лет В этих Склепах Лежат Значит И хоть бы что Засохли Понимаете Значит И все Вот значит И А я говорю А огонь У нас есть гуру Который В Тибете Вызывает огонь Пожалуйста К нему съезжаются Значит Паломники И просто Он И по описанию Такой же Не обжигающий Ничего Он Огонь Видит с огнем Но он не обжигает А потом Уже на лампадах Этих Превращается В настоящий Огонь Пожалуйста Чудо Американцы Неверующие Приезжали снимали Они были в восторге Конечно Вот но Значит Но Но Феноменально Да Говорю А плачущие иконы А он говорит А голова плачущего Будды В Индии Каменная глыба Ее светили И Средними лучами И искали там емкости Не нашли ничего Каменная глыба А из нее слезы текут Как может быть Из камней вода И тысячи паломников Приходят Поглоняются Главе Каменного Плачущего Будды В наши дни Мне нечем было крыть Но знаете У меня сейчас есть козырь Который покроет Любую карту Это живой Господь Живой Иисус Христос Он сказал Я с вами Во все дни До скончания века Этого нет Ни в одной религии Ни в одном учении Он с нами Аминь Друзья И дальше Есть еще вопросы Здесь написано Местописание из Луки 1.48 Слова Марии Будут ублажать Меня Все роды Будьте добры Ваше объяснение Слова Слова ублажать В данном случае Спасибо Дело в том Что Буквальный перевод С греческого языка Следующий Буквальный перевод Будут называть Меня блаженный Или счастливый Все поколения людей Буквальный перевод Это место писания Специально интересовался Специально рылся Не только слова греческого Но именно со старого Греческого языка Одним словом С рукописей Самых древних Которые известны Сейчас Специалистам Буквальный перевод Со старого Греческого языка Будут называть Меня счастливы Все поколения Буквальный перевод И ублажать Это не в смысле Поклоняться Ни в коем разе Ублажать Марию Не значит Поклоняться Ни в коем разе Я хочу об этом Подробнее говорить Просто сейчас К сожалению Мало очень времени Но По поводу Культа Богородицы Есть статья Читали Да уже Пожалуйста Она тоже Формата А4 Снимите копию Дайте вашим друзьям Если Знаете батюшку Какого Православного Католического Дайте почитать Да там рисковатые Такие моменты Есть такие Но вы знаете Я Многое Честно говоря Даже даже Сомневался Нужно ли так резко Писать Но я писал Я не мог остановиться Писал 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 Я понимал Что Я понимаю сейчас Что порой Нужна такая шоковая терапия Для наших батюшек Для религиозных Этих мозгов Когда уже Обычные лекарства Не действуют Включают этот ток Дают разряд И есть Надежда на спасение Да это больно Вообще Когда Помните Притчу о милосердном Самарянине Друзья Помните эту притчу Да И милосердный Самарянин Он возливал Что Вино И масло Друзья мои Вино это для Обеззараживания Когда вино на рану Это не очень приятно Это щипит Да это неприятно Но это нужно Вино Обличения Божьего Должно коснуться Избитой Израненной церкви Избитой Израненной души Христианина Вино Вино обличения Вначале А потом Елей Милости Божьей Восстановление Божьего И поэтому Когда Ты слышишь Проповедь И она тебя Обличает Просто воздает Славу Богу Что есть Для тебя Исцеление От Бога Потому что Когда Бог Дезинфицирует Эту рану Духовную Твою Тебе больно Ты пищишь Но Это нужно Для тебя Для его спасения А потом Приходит Елей Если ты принимаешь Обличение Божье Потом приходит Этот Божий Елей И он Исцеляет Тебя Но иначе Никак Нет Вначале Елея А потом Уже Вина Нет Вначале Вино Потом Елей Приходит И Там Конечно Много Такого Что Честно говоря Много Такого Обеззараживающего Отрезвляющего Но это нужно Истрезвитесь И Как говорил Один из отцов Церкви Кстати Официально Святой Православной Церкви Живший В конце Четвертого Начале Пятого Столетия Епифаний Его звали Епифаний Кипрский Это Очень Был Сильный Проповедник И Архиепископ Этого Острова И Он Говорил По поводу Марии Матери Иисуса Христа Следующее Что Мы должны Уважать Ее Почитать Ее Память Но Дальше Буквально Никто Не должен Поклоняться Ей Уважать Почитать Да У протестантов И у наших Российских В том числе Протестантов Есть Конечно Своя крайность Совершенно Игнорировать Ее Память И Не говорить Ничего Но я понимаю Что многие Пастыряют Опасаются Говорить О ней Ну понимая Что многие Наши люди Они вырваны Еще вчера Молились Ей И Им нужно Просто Как бы Реабилитация Нужна Какое-то Восстановление Но Но Я убежден И И Слово Бога И И Написано Все Через Него Начало Быть Что Начало Быть И Без Него Ничто Не Начало Быть Что Начало Быть Друзья И Он Есть Свет Просвещение Всех Людей В том числе И Марии И Через Него Пришло Спасение Благодат На Благодать Друзья Но Мария Послужила Очень Важному Делу Спасения Нашего Она Послужила Чем Она Родила Спасителя Она Много Претерпела Безусловно Много Претерпела С самого Начала Представьте Беременность По сути Небрачная Беременность Это Значало Смерть По Тем Меркам Это Наподобие Закона Шариата Может быть Но Это Было Жестоко Да Но Это Было И Она Могла Просто Быть Убитой Она Рисковала Своей Жизнью Как Минимум Репутация Своей Она Рисковала И Если Ее По Хорошему Пускали То Она Не Могла Уйти Замуж И Все В этой Деревне В этом Городе Она Жила Все На нее Показывались До Позора Это Как Минимум А Вообще Это Была Смерть Вот И Она Все Рассказала Богу Да И Она Зачала От Божьего Духа И На самом Деле Нет Было В истории Больше Женщины Которая Зачала От Духа Божьего И Не Будет Уж Это Чудо Реальное Чудо Но В Традиционных Правосстанах Католические Церкви Другая Крайность Молиться Ей Поклоняться Ей Хотя Многие Православные Католики Христиане Убеждены Что Они Не Поклоняются Ей А Богу Через Нее Но Все равно В православных Храмах Отпоется Пресвятая Богородица Спаси Нас Друзья Мои На самом деле Спаситель Не является Господь Бог Самогущий И Пресвятым Не может быть Никто Ни из живых Ни из мертвых Бог Свят 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 То есть Он Лишь Пресвятой В Игрите В еврейском М centralized Нет Превосходной Формы В Игрите Когда Говорите Допустим Там Нельзя Скать Истиннейшая Там Можно Говорить Истина Истина Там Нельзя Говорить Святейшая Или Пресвятейшая Там Может Свят Свят Или Три раза Свят Это Уже Высшая Форма Там Нельзя Говорить Там Нельзя Скать Землище А Там там написано, земля, 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 слушай слово Господне, не потому что земля глухая, а потому что здесь что-то внимание предельное такое сейчас к земле обращено, слово предельное, ну, нужно внимательно выслушать все это, что Бог говорит сейчас. Друзья, значит, как развивалось христианство на Руси до 9-го столетия, как уживалось с язычеством, где, в каких первоисточниках можно об этом прочитать? Друзья, к сожалению, очень мало первоисточников. Большинство, то, что мы имеем сейчас, располагаем, это уже летописи, записанные гораздо позже, спустя столетия. Допустим, Нестор, летописец, другие авторы того, ну, уже более позднего периода, где-то 10-го, 11-го, 12-го столетий. Но, опять-таки, современные ученые-историки, конечно, очень довольно-таки скептически относятся к сочинениям Нестора и других этих летописцев первых русских. Потому что, ну, если так грубо говорить, то это все равно, что изучать историю Второй мировой войны, допустим, по сочинениям Брежнева «Малая земля». Это частично будет правдой, частично правдой, но реально это очень немного из правды. Потому что придворные летописцы, они писали лишь то, что нужно было писать и то, что разрешено было писать. Но даже об этих лояльных к власти, к режиму Владимира, Ярослава, других князей киевских, у летописцев все равно проскальзывают такие вещи, что, ну, очень яркие такие довольно-таки. Так вот, и вообще есть исследователи, ну, есть классика уже, там, Карамзи, там, История государства Российского, там, многие копают в этих летописях, древнерусских летописях, древнеславянских летописях. И частично мы его узнаем, конечно, археологи помогли уже в 20-м столетии своими находками немного узнать о судьбе христиан, некоторых поселений христианских, семей христианских в Киеве, Киевской области, в Новгороде, допустим, в Великом, в Крыму, на Херсонщине, в Николаевской области. Вот, но, в общем-то, первоисточников очень мало. Мы очень реально мало знаем о христианах до официального крещения Руси, до официального приятия христианства как государственной религии на Руси, очень мало знаем. Это лишь отдельные, скупые такие данные. Вот, и известно, что сама Ольга, княгиня, была крещена. Кстати, она не, ну не знаю, она избежала вот этого искушения крестить Русь насильственно. Знаете, Владимир, он поддался этому искушению, и он действовал в духе времени. Он крестил Русь огнем и мечом. Но Ольга, его бабушка, она сама приняла христианство, но она действовала методом убеждения, хотя реально у нее власти было больше, чем у ее внуков в последующем было, и она могла бы меньшей крови крестить Русь. Ее больше уважали, ее боялись. Она могла бы это сделать, но она не использовала этот шанс. Она понимала, что здесь нужен метод убеждения, личное наследиество. И при ней были крещеные киевляне, были другие крещены некоторых других городов, люди, но они крестились добровольно, по вере в Иисуса Христа. Но, а Владимир, к сожалению, он наломал дров в этом вопросе. И князь, который стал палачом своего же народа, незавидная судьба Владимира, незавидная судьба его, этих дружинников, его богатырей, которые стали палачами своего же народа, крестителями и палачами одновременно. Это незавидная судьба. Потому что Христос не посылал карать смертной казнью тех, кто не примет благовести и не примет христианство. Иисус даже сказал ученикам, у которых дух инквизиции прорывался даже одобрее. Помните, да? Когда они говорили, Иисус, давай мы сейчас помолимся, и сойдет огонь этот, и пожрет это село Самарянское. Они не приняли нас, наши самаряне, и еще там мы сейчас что-то ставим, значит, они не приняли нас. И вы знаете, они даже вместо писания указали Иисусу. То есть, ну, они понимают, что Иисусу просто так не поверят им. Даже вместо писания указали. Как Илья сделал, они сослались на третье писание даже. Пожалуйста, Илья это сделал. Он сжег одного пятьдесятника, помните, да, с его пятьдесятком. Другого с его пятьдесятком, там, друзья мои, Иисус. Он вообще, Илья, подобный нам человек. Даже при всей его харизматичности, и при всем его дерзновении и даровании, это все равно человек, который ошибался. И, друзья мои, но Иисус есть пример совершенного верующего. Илья наш спаситель. Илья не показал Бога, каким он есть на самом деле. Илья, при всем уважении к памяти этого замечательного пророка, он не явил с собой Бога. Он не показал истину. Максимум, что мог сделать пророк в то время, как Моисей, величайший из пророков того завета, он дать мог закон. Но благодать и истинно произошли через Иисуса Христа. Аминь. Да, и, друзья, есть еще вопросы по поводу плачущих, опять-таки, огонь. Плачущих икон, огонь в Иерусалимской пещере. О каких гонениях идет речь со стороны православных реформаторов в отношении традиционных православных? Не знаю. Скорее, скорее наоборот. В общем-то, скорее наоборот. Лично я никого не гоню. А в мой адрес часто бывают, возьмите, пожалуйста, звонки с угрозами. Я к этому как-то уже в то время привыкался, привыкать стал. И хотя, конечно, нужно держать буховостро все равно бодрствовать, молиться. Вот, потому что дьявол ходит, крыкающий лев, ища кого поглотить, где бы уколоть и так далее. Вот, конечно, неприятно, когда те люди, на которых ты рассчитываешь как-то все-таки братья, хоть забудшить, но братья, когда нож в спину вставляют, это не очень приятно, конечно. Вот, но, друзья, ну, бывает такое. Вот, и скажу так, что Бог любит каждого человека. И те, кто угрожает, Бог их тоже любит, очень сильно любит. И однажды Бог во сне дал такое понимание, что даже священника, который отрицает Бога, даже священника, который дышит убийством, Господь его очень сильно любит. И, как вот написано, что о покаянии одного грешника небеса радуются, там во сне я узнал еще одну истину, обратную сторону этой истины, что от гибели одного грешника все небо рыдает. Я честно скажу, я видел во сне смерть одного священника без покаяния, это жуткая вещь. Сейчас эти воспоминания уже как бы притупились, но если вспоминать, это вообще жуткая история. Я видел, с одной стороны, физическое действие, я видел, что это труп этого священника, видел того священника, который, по сути, был неверующим, то есть, ну, атеист. Может быть, странно кому-то это слышать, но есть такие категории священников, которые вообще Бог отрицают на такового. Хотя служит вроде в храме, значит, все, даже имеет степень богословскую определенную, вообще там даже такое не последнее место в епархии занимают, значит, довольно-таки известное. Но в личной беседе обычно говорят, а ты это видел Бога, где Он есть? Дай мне пощупать, я на него поверю, буквально. Такой примитивный, такой глупый атеизм. Вот, и жизнь многих из них, этих атеистов, рясов, она весьма страшная. Страшная жизнь. Это наркотики, это оружие, это водка, это мальчики, девочки, это, ну, это много всякого такого, что отмывание самых грязных денег, которые даже, даже группировки такие, как говорят, отмороженные, и то они, в них что-то пробуждалось. Один чиновник говорил мне, он был тогда мэром в одном, ну, неважно, в одном городе, и он говорил так мне, знаете, батюшка, я был освященником традиционной церкви еще, он говорит, знаете, батюшка, я был на попойках разного уровня, я был на попойках районного масштаба, городского, областного, республиканского, даже однажды всесоюзного масштаба, ну, в старое еще время. Но, говорит, то, что я увидел на попойках, когда приехали ваши отцы, братья, и владыки, и вместе с нами, с секретарями, значит, и директорами, что они устроили, вот. Даже мы, вот, старые атеисты и партийные работники, мы, вот, краснели, как мальчишки. Хоть вся хмель сошла нас очень быстро, вот. То, что я увидел на этих попойках, я, вот, не видел нигде, вот, такого беспредела, не видел нигде абсолютно. Ну, мы тоже, вот, конечно, и развратники, и пьяницы, все, вот, значит, ну, значит, все любим, значит, но даже нам было стыдно видеть, значит, что они вытворяли, значит, друг с другом, значит, и с теми ребятами, с кого они привезли с собой, этих несовершеннолетних, ну, педофили всевозможные. И вы, знаете, и скажу так, что, друзья, не все такие, не подумайте, что все такие, нет. И среди священников есть порядочные люди, есть те, которые, как лот, мучаются, видя и слышат дела беззаконные. Они мучаются в душе своей. Нужны те Авраама, которые выведут этих лотов, те ангелы, которые выведут этих лотов, спасут этих лотов. Друзья мои, и я верю, что вот этих лотов Бог будет выводить из этих Содомов, Гаморров, как одного архиепископа прозвали архиеписком Содомским и Гаморским, значит, потому что он не руководил священника, но до тех пор, пока не переспал с этим священником в будущем. Вот, и, значит, я подумал, зачем, для чего, неужели у него не хватает своих этих любовников, зачем ему нужно, значит, добиваться потенциальных священников своей епархии. Потом я понял, просто для нечистого все должно быть нечисто. И система пытается просто закабалить этим грехом души. И многие священники мучаются. Если бы вы знали, какие трагедии разыгрываются порой за монастырскими стенами, власти на местах, особенно в провинции, в глубинке, закрывают глаза на случаи самоубийств, даже массовых этих самоубийств в монастырях, потому что в монастырях есть и карцеры, есть и избиения. Я не буду вычивать всех этих вещей детально, это очень такая гадкая тема, я бы сказала. Но, друзья, с другой стороны, в монастырях тоже есть те, которые на самом деле мучаются. Они понимают, что все не так, нужно что-то менять, но они не могут, волей их обопарализованы. И они, как вот те крольники, смотрят на удавы, они не понимают, они не знают, кто выведет их из этого диагностического гипноза. Я знаю, что из этого религиозного зомбирования и кодирования есть выход. Это Иисус Христос. И на самом деле эти секты должны быть просто постыжены. Потому что внутри официального православия есть множество сект, о которых никто не говорит фактически сейчас. Но эти секты должны быть просто постыжены. И я верю, что когда церковь пробудется от этого сна, когда церковь вернется именно на позиции библейские, то в церкви раскроется этот большой потенциал. И эта сила высвободится большая, которая принесет спасение для России, принесет освобождение. Православие, которое невозрожденное, невосстановленное, оно лишь способно похоронить это общество. Но православие, которое будет возрожденное, обновленное, оно способно будет возродить это общество, спасти людей. Во имя Иисуса, с именем Иисуса Христа. Аминь. Давайте встанем, возлюбленные. И сейчас, на самом деле, молясь, как вот говорят некоторые проповедники, молись как за самого себя. Я думаю, что у многих из вас присутствующих есть друзья, знакомые, родственники, которые традиционно веруют, верят в то, что священники распространяют, и втянуты в это болото многобожие, религиозного культизма, идолопоклонства. Друзья, но есть выход. Есть выход, о котором люди даже пора не подозревают. Иисус Христос, тот самый Иисус, о котором мы немного расслышали порой, видели в фильмах, или видели на крестах, на иконах, порой даже не подозревают люди, что это реальная личность, которая пришел освободить измученных, отпустить на свободу. Пусть эта свобода придет в жизнь этих людей. Молись за этих родственников своих, молись за своих знакомых, друзей. Если ты себя считаешь православным, может, ты пришел сюда первый раз, или нашим зрителям тоже слово, или слушателям, что если вы себя называете православными или католическими верующими. Но сегодня Бог стал открывать ваши глаза, и вы задумались по ряду этих важных вопросов. Я скажу так, самое важное, помните, что Господь Иисус, Он заплатил великую цену для того, чтобы спасти вас. И пусть ваша надежда будет не на мощи умерших святых, не на самих этих умерших святых, не на их молитвы, не на их посредничество, не на Марию Матери Иисуса. Да, в самом благословенном среде женщин, но все равно человека. Но пусть ваша надежда будет на Бога Живого, который восстанавливает мертвых, который исцеляет прокаженных, который спасает людей и дает жизнь, и жизнь с избытком, и жизнь вечную. Аминь. Благословен ты Господь, Боже всемогущий, услышь сегодня молитву своего народа, молитесь, братья и сестры, услышь сегодня, Господь, своих детишек, своих детей, братьев и сестер моих, я прошу тебя, Господь, я знаю, что многие здесь собравшиеся сейчас вспоминают своих друзей, своих родственников, своих ближних, коллег на работе, Господь, и я прошу тебя, Боже, вспомни об этих людях прямо сейчас, этим вечером. Боже, приди к ним, Господь, пусть Слово Твое живое и действенное, оно придет в их судьбу, в их жизни, и произведет великое переменное, великое изменение, возрождение свыше. Господь, пусть придет осознание своей греховности, пусть придет прозрение, что жертва Христа была не напрасной, и не просто за все человечество, но лично за меня и тебя, лично за тебя, лично за человека, каждого конкретного отдельности. Боже всемогущий, свят ты и пресвят ты, Господь, свят, 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 Господь, Бог всемогущий, Саваоф, слава тебе, слава тебе, Господь. Бог, я прошу тебя, особенно за моих друзей, особенно сейчас прошу тебя за моих коллег, за священнослужителей православной церкви. Господь, и я как православный священнослужитель, прошу тебя сейчас, Господь, за священнослужителей традиционной православной церкви, за священников, дьяков, за епископов, за церковнослужителей, Господь, певчих, Боже всемогущий, пусть откроются глаза на то, что нет ни в коем другом спасении, кроме тебя, что нет ни в коем другом нашего исцеления, кроме тебя. И пусть, Господь, не за огнем, так называемого благодатным, не за мощами, не за иконами плачущими их сердца стремятся, но за тобой, живой Господь, слава тебе. И я прошу тебя, то, что ты совершил в моей жизни, Господь, в моей судьбе Божьей, соверши в жизни моих братьев, Господь, во имя Иисуса, Божь, и еще больше чтеса соверши, Господь. Я умоляю тебя, Господи, жатвы, вышли, делатели, на свою великую жатву последнего времени, во имя Иисуса Христа, благословенный Господь наш, благословенный Господь Бог наш. Этим вечером я прошу тебя о милости для Церкви Твоей. Я прошу тебя о том, чтобы Твоя воля исполнилась. Я знаю, это будет. Господь, я хочу это увидеть. Боже, как Ты говорил, устами своего помазанника Павла, апостола, раба Твоего, слуги Твоего, что доходишь перед Церковь, не имеющих отна, порока или чего-либо подобного, чтобы была свята и непорочна. Пусть Господь, Церковь, поднимется из гроба, от сна восстанет, убелится, очистится, обновится. Благословенный Господь, Бог всемогущий. Аминь. Друзья мои, и еще, вот сейчас вспоминается праздник обновления. В 10 главе Иоанна есть об этом напоминание, об этом празднике. Праздник обновления. Была зима, и ходил Иисус в притворе Соломоновым. Именно на праздник обновления Иисус открыл удивительнейшую тайну. Он сказал, Иоанна 10.30, «Я и Отец одно». И именно в праздник обновления, именно почему-то в праздник обновления, не на Пасху, не на какой-то другой праздник, а именно в праздник обновления Он открыл этот секрет, что «Я и Отец одно». Я думаю, он хотел еще показать, кроме прочего, еще и следующее, что настоящее обновление возможно только лишь, когда «Я и Отец одно», когда мы вместе с Богом. Только лишь в нем возможны реальные обновления, Не подбеливание стен, готовых вот-вот уже завалиться, не косметическая реформация, а настоящий такой евроремонт. Помните, да? Настоящий евроремонт. Это еврейский ремонт на основании Божьего Слова, на основании Писания. Когда берешь Писание и на основании его, мол, там Божьего Слова ломаешь какие-то стены, перестраиваешь все. Не так, как тебе того даже хочется, но так, как Бог запланировал от начала. И церковь, она, я верю, большую перестройку будет переживать.